В эфире новости Ленинского городского округа в студии Максим Козлов. Здравствуйте, но в начале выпуска коротко об основных событиях. Новые правила посещения детских садов в сложной эпидемиологической обстановке. На территории поселения совхоз имени Ленина из-за противостояния между управляющей компанией и предпринимателями чуть не случилась экологическая катастрофа. Я уверен, что на данный момент завод совхоз имени Ленина в лице Крузина Павла Николаевича действует как рейдеры. Сегодня, 6 июля, сердечные доктора отмечают свой профессиональный праздник – Всемирный день кардиолога. С учетом пандемии, которая обрушилась на весь мир, мы все стали, можно сказать, инфекционистами. С сегодняшнего дня все дошкольные учреждения Московской области возобновили свою работу в обычном режиме. Наша съемочная группа побывала в детском саду номер 41 «Радуга» и узнала о новых правилах посещения заведения в пока еще сложной эпидемиологической обстановке. Подробнее в сюжете Натальи Буслаевой. Ну как дела у тебя, Роя? Хорошо? Садик хочешь? Молодец! Как здорово! Детки вон тебя уже ждут, пришли. 6 июля дошкольные учреждения в Московской области вернулись к привычному режиму. В период пандемии были открыты лишь дежурные группы для детей, чьи родители продолжали работать. В детском саду «Радуга» функционировали 6 таких групп, которые могли принимать не более 12 воспитанников в каждую. Сейчас количество увеличилось до 20. За два дня до выхода ребенка родители сообщают о своем намерении привезти ребенка. Мы передаем списки в поликлинику, определяется эпидемиологическое окружение в семье. И ребенок поступает в детский сад. И еще такой момент, что ему не нужно получать справку в поликлинике, а справку выдает врач детского сада. Санитарные требования по-прежнему жесткие. Все сотрудники детских садов обязаны носить маски. Перед открытием групповые комнаты, а также игровые и спортивные площадки проходят полную дезинфекцию. Родители, которые ведут малышей, должны быть в масках и перчатках. На входе всем измеряют температуру. Воспитатели контролируют состояние каждого ребенка в течение всего дня. Дети очень соскучились по саду. Родители говорят, что все скучали, идут все с удовольствием. Сейчас уже семь человек, еще придет человек, наверное, шесть. Так что дети идут с большой радостью. Для Анны открытие садика стало долгожданным событием. Во время самоизоляции она продолжала работать. Дочку приходилось оставлять с бабушкой. Да, рады очень. Все-таки все равно тяжело, не все родители. Дом могут находиться, кто-то работает. И очень было тяжело. Сад открылся, будет полегче. После долгого пребывания в домашних стенах малышам снова нужно привыкать к садику. В основном, отмечают воспитатели, дети довольны возвращению. Здесь друзья, много всего интересного. Дома пиццу ел, спал, лезал, смотрел все время в телевизор, немного играл на паранцетте. Благодаря по-настоящему летней погоде дети больше будут находиться на улице. Но расписание прогулок составлено таким образом, чтобы исключить общение воспитанников из разных групп. Проходим, ребят. Все соскучились, сегодня все увиделись. После пребывания на улице, а также на протяжении всего дня, воспитатели следят за тем, чтобы дети тщательно мыли руки. В каждой группе установлены дозаторы с антисептиками. Для чего так долго мы моем руки? Чтобы не было микроробов. Чтобы не было, правильно. После каждого приема пищи столы обрабатывают дезинфицирующими средствами. Также проходят специальную обработку, посуды и приборы после каждого использования. Продолжает действовать запрет на проведение массовых мероприятий и объединение воспитанников из разных групп в одну. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Елена Кошелева, Видное ТВ. На территории поселения совхоз имени Ленина вот уже несколько месяцев продолжается противостояние между управляющей компанией и несколькими предпринимателями, ведущими свою деятельность на территории поселения. В ходе этой холодной войны под угрозу были поставлены жизнь и здоровье местных жителей. В ситуации разбиралась наша съемочная группа. Местные жители, депутаты округа и представители ЗАО, управляющая компанией совхоз имени Ленина Плюс, которые оказывают местным жителям коммунальные услуги, собрались у шлагбаума одной из стоянок. На ее территории находится основная канализационно-насосная станция, обслуживающая большинство зданий поселка. Нам нужно попасть на эту территорию, нам нужно ее обслужить, и чтобы жители не страдали совхоза имени Ленина. И все, что это не кончилось, какой-нибудь техногенной действительно катастрофой. Управляющая компания отключила нескольким предпринимателям, работающим на территории поселения, электричество и воду, несмотря на то, что платили они аккуратно. Бизнесмены, в свою очередь, отказались сотрудничать с коммунальщиками, а в заложниках оказались местные жители. Мы не пустим, пока вы нам не подключите, и мы все страдаем. Это же будет страдать не один Павел Николаевич, это же не между ними, это же не лично он ему в доме что-то сделал, это же всем вообще в совхозе сделали, понимаете, все же мы зависим. Поэтому вот эта ситуация немножко, почему так общественность собирается. Закон позволяет предпринимателю не допускать на свою территорию специалистов, обслуживающих КНС. Этим он и воспользовался. Требование бизнесмена дать гарантии, что коммунальные услуги вновь будут оказываться. Если вы нам сейчас подтвердите, что мы получим все наши коммуникации, что вы вернете все, что у нас было, за все за то, что мы платили раньше, и будем платить дальше, мы найдем какое-то соглашение, вы на это все пойдете. Но, к сожалению, мы от вас на данный момент ничего не получали в письменном виде. Противостояние двух хозяйствующих субъектов, видимо, достигло апогея. Руководство территориального отдела «Картинский», куда входит поселение совхоз имени Ленина, все же надеялось, что стороны смогут сесть за стол переговоров и решить дело миром. Мы беспокоены. Я рассматриваю ее со стороны жителей, что если произойдет какое-то чрезвычайное происшествие, то пострадают только жители совхоза. Поэтому именно две стороны мы уведомили о всей ответственности и о всем происходящем. И очень сильно надеемся, что они все-таки перемирятся. Увы, но этого не произошло. На следующее утро у забора, огораживающего парковку, появились сотрудники управляющей компании и принялись за дело. В течение нескольких минут часть забора вокруг стоянки была демонтирована. Собравшиеся местные жители, игнорируя предупреждения охраны, также прошли на частную территорию. Сотрудникам управляющей компании все же удалось начать необходимые работы на станции. Но, как выяснилось, условия содержания КНС далеко не образцовые. Тут просто беда. Устроено это, как я выяснил, я сейчас разговаривал с обслуживающими. Персоналом, если каждый день не очищать вручную, то забиваться оно так и будет. Я его спрашиваю, а поставить сюда какую-то мясорубку, которую фекалии на датчик убирают и так далее. Говорит, это стоит 2 миллиона, а совхозу это не по силам. Экологической катастрофы удалось избежать. А представитель предпринимателя, в собственности которого находится земельный участок, считает, что у этой невеселой истории будет продолжение. Я уверен, что на данный момент завод совхоза Меделина в лице Крузина Павла Николаевича действует как рейдеры. То есть они обесточили объект, обескровили его, написали бумагу, что они обязательно скоро перекопают нам въезд и выезд. А после этого предложили все это дело выкупить. По факту случившегося прибывший наряд милиции составил протокол. А спор двух хозяйствующих субъектов, видимо, продолжится в судах. Максим Козлов, Татьяна Брылова, Екатерина Коваленко, Александр Логинов, Сергей Ларин. Видное ТВ. Сердце сложно устроенный, хрупкий и, пожалуй, самый важный человеческий орган. Доверить его здоровье можно только хорошему специалисту, поэтому профессия врача-кардиолога всегда востребована. Сегодня, 6 июля, сердечные доктора отмечают свой профессиональный праздник – Всемирный день кардиолога. Самыми распространенными заболеваниями в мире остаются сердечно-сосудистые. Однако сегодня, в свой профессиональный праздник, кардиологи Витновской районной клинической больницы продолжают трудиться на передовой, охраняя здоровье граждан от новой инфекции. Во всем мире размыто понятие кардиолог, травматолог, хирург, потому что с учетом эпидемической обстановки, с учетом пандемии, которая обрушилась на весь мир, мы все стали, можно сказать, инфекционистами. В обычный день кардиологическое отделение рассчитано на 65 мест. Здесь работает 9 врачей под руководством Дмитрия Орловского. За год в отделении проходит лечение около 2000 человек, а показания качества медицинской помощи с каждым годом улучшаются. У нас мечта, конечно, чтобы у нас в больнице появился ангиограф в дальнейшем, когда закончится вся эта ситуация с пандемией. Я надеюсь, что это в ближайшее время произойдет, и дальше мы получим новое развитие. Сегодня в Подмосковье установилась жаркая погода, которая будет держаться в ближайшее время. Чтобы не возникло проблем, врач советует избегать долгого пребывания на солнце и соблюдать меры профилактики для сохранения здоровья сердца. Те люди, которым назначены лекарственные препараты, они должны продолжать их принимать, следить за артериальным давлением, следить за питанием своим, именно с учетом погодных условий. То есть это должна быть более легкая пища для организма, физические нагрузки стараться все-таки распределять или в ранние утренние часы, или в вечернее время, когда не столь жарко. Если ранее назначенные лекарства не помогают, следует обратиться к врачу-терапевту, чтобы получить направление к узкому специалисту. Помощь сейчас оказывается, поликлиника открыта, поликлиника работает не в штатном режиме, но приближенная к штатному режиму, потому что сейчас открыт прием узких специалистов, в том числе и кардиологов. Последние месяцы работа врачей-кардиологов стала еще более трудной, однако они продолжают спасать жизни жителей Ленинского городского округа, за что мы их благодарим и поздравляем с профессиональным праздником. Александра Столярова, Кирилл Иванов, Елена Кошелева. Видно этого. Жители домов 23, 25 и 27 по строительной улице давно пытаются наладить диалог с управляющей компанией. У них много замечаний к состоянию общедомового имущества и проводимому сейчас капитальному ремонту, но, как уверяют жители, ВУК их не слышит. За помощью они обратились к муниципальному депутату Павлу Русакову. Тему продолжит Екатерина Борисова. Лето – наилучшее время для капитального ремонта не только дорог, но и жилых домов. Сейчас обновляют фасады домов 23, 25 и 27 по строительной улице. Во дворе строительные материалы, на стенах люльки с рабочими. Местные жители прекрасно понимают, что работы необходимы и готовы терпеть временные неудобства, но обеспокоены тем, что не могут наладить диалог с управляющей компанией. Мы должны участвовать во всех приемках, потому что нам говорят, да вот когда-то там была эта приемка. Мы идем и находим какие-то изъяны. И мы об этих изъянах, получается, никак не можем сказать, потому что уже все принято. Председатель Совета дома 27 по строительной улице Ирина Филиппович уверяет, жители также не могут ознакомиться с проектной документацией на проводимые работы. Чтобы наладить диалог с управляющей компанией, жители обратились за помощью к муниципальному депутату Павлу Русакову. В результате была организована встреча, на которую приехали начальник территориального отдела Центральной Светлана Степина, представители управляющей компании и подрядной организации, которая обслуживает данные дома. Принятие работ всех по капитальному ремонту должны проходить в соответствии с федеральным законом. По федеральному закону жители должны принимать непосредственное участие в приемке работ. Они хотят все, чтобы было принято в соответствии с проектной документацией и с фактическим исполнением этих работ. И я это очень приветствую и поддерживаю. Представители управляющей компании выслушали все пожелания и заверили, приемка работ будет проходить в присутствии жителей. Кроме того, люди пожаловались на некачественно проведенный ремонт по программе «Мой подъезд в домах 23 и 25». У нас на дворе 20-й год. Хотелось бы понять, за три года в рамках этой программы что выполнено вообще и соответственно… Хорошо, за год что выполнено. Ремонт, кстати, частично так и не был закончен по вине нерадивого подрядчика, с которым, к слову, уже разорвали отношения. Сейчас оформляются акты. Как только будут оформлены акты, мы направляем претензии досудебные в адрес подрядчика. И, соответственно, по процессуальным нормам, если подрядчик отказывается устранять недоработки, мы будем обращаться в суд и, соответственно, денежные средства по проведенным работам возвращать на счет дома и, соответственно, потом уже проводить доработку. Встреча продолжалась более часа. Жителям, наконец, удалось получить ответы на самые актуальные вопросы. Позиция администрации – однозначно быть на стороне жителей. Это поддержка жителей. Постараемся, в первую очередь, устранить все недостатки, которые оставила предыдущая подрядная организация по поводу губернаторской программы «Мой подъезд». Председатели многоквартирных домов предложили проводить такие встречи регулярно. Было решено обсуждать текущие вопросы с представителями управляющей компании минимум раз в квартал. Екатерина Борисова, Кирилл Иванов, Ольга Садовская. Видно этого. Спокойный ритм жизни одного из поселков на Володарке нарушил семейный скандал со смертельным исходом. Отец убил своего взрослого сына, а затем покончил с собой. На месте ЧП побывала наша съемочная группа. Подробнее о происшедшем расскажет Юлия Погосян. Поселок Большая Володарка, дом 20. Именно здесь поздним вечером 2 июля произошла страшная трагедия. Погибло двое мужчин. При каких обстоятельствах предстоит выяснить следствие. Сейчас в доме находится потерпевшая женщина, чей сын и бывший муж покинули этот мир. Как вы себя чувствуете? Вы как думаете? А вы кто? Думаю, телевидение. Местное, видно телевизор. Местное, челеканал. Здравствуйте. Приносим свои соболезнования вам. Смотри, что случилось? Я не видела. Как вы себя чувствуете? Все хорошо с вами? 61-летний мужчина пришел в дом бывшей жены, где она проживала с их 28-летним сыном. У бывших супругов разгорелся скандал. Нежданный гость нанес женщине порезы на руке. Сын начал защищать мать и стал жертвой внезапной агрессии отца. Его тело сотрудниками полиции было обнаружено с ножевыми ранениями. Сам виновник преступления покончил с собой, выстрелив из охотничьего ружья себе в живот. Юлия Погосян, Кирилл Иванов, Елена Кошлева. Видно этого. Юлия Погосян, Кирилл Иванов. И регулярно поздравляет их с праздниками. Мы посетили очень много различных театров. Зоопарк, планетарий, дельфинарий, экскурсии по реке Москве на теплоходе. Много всего интересного было. Сейчас массовые мероприятия запрещены, но страна чудес друзей не забывает. Поэтому фонд решил преподнести подопечным общества инвалидов другие подарки. Мы решили сюда старшему поколению, инвалидам нашим, членам общества привезти какие-то подарки, которые могут их согреть. Мы решили, с Натальей Алексеевной посоветовались лучше какие-то пледики. И привезли порядка 200 пледов непосредственно для общества и для их членов. Это первая только такая акция. Будут еще подарки, будут еще другие поступления. И каждый член организации обязательно получит подарок. Хоть до осени и холодов еще минимум два месяца, теплые подарки пришлись всем по душе. Спасибо большое. И Наталье Алексеевну, и фонд благодарим за заботу Максима Сергеевича, за заботу, за внимание. Нам очень приятно. Ленинской районной организации Всероссийского общества инвалидов в этом году исполняется 31 год. Все это время она оказывает помощь людям с ограниченными возможностями здоровья, проживающим на территории муниципалитета, вопреки кризисам и пандемиям. Мы не уходили в режим самоизоляции. Мы, как говорится, помогали, активно работали. И благодаря тому, что рядом с нами такие люди, наша работа ведется. Это все новости на сегодня. С вами был Максим Козлов. До встречи.